Делали четыре попытки, но получилось только однажды. Представляем вам, любуемся на него снаружи. Пока только снаружи. Давайте подлетим переделать все. Вообще все. Ободрали стены. Очень красиво. Раньше я это видел только в почве с вертолета. Теперь все вредные объекты. На стороне измен. Пролетал на другом радиуме. На стороне дворца. Родили с разработчиками. Проект на нем с собой. Снять свою версию программы под... Строитель несколько раз отказывался, но в итоге перезвонил и мы на полной скорости рванули в солнечный Геленджин. Уже на месте он четко озвучил свои условия. Снимаем объект снаружи, внутри без ограничений, но на все про всю час. И это максимум, что он может сделать. Так что никаких прогулок по садам и вечерка на берегу. Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Даже странно, что такое действительно не пришло. Скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. В общей сложности уже 100 миллиардов рублей. Поэтому мы не называем почти на каждом шагу встречающих строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили, в общем, занимались тем, чем мы должны заниматься. За час мне удалось посмотреть каждую комнату и каждое уголок здания. Если честно, было достаточным элементом декора. Каски, робы, сменный опыт. По сути, здесь находится бытовка строителей, работающих на объекте. Хотя, может быть, кто-то и использует пространство как место для переговора. И, конечно, любимая в селе Аква-дискотека, про которую уже есть песня. Я нашел ее правее от парадного входа. Сами строители называют мемную локацию просто фонтан. И мне же это напомнило, скорее, какой-то оттен садом. Правда, разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось. Правда, как и узнать имя владельца. Очевидно, что вся эта лепота стоит на берегу очень красивого места. А что будет, когда закончат? Похоже ли это на личное поместье или на роскошную гостиницу с его пубуками? Или, может быть, на дом престарелых для олигархов? Бетонные стены, которые я увидел, ответы на этот вопрос не дали. В общем, сплошное разочарование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!